Намас карам, Садгуру. Когда кто-то болен и находится при смерти, нужно ли окружить такого человека комфортом и утешить, или же следует поговорить с ним о смерти и постараться подготовить его? Когда человек болен, если он в течение всей своей жизни по-настоящему не осознал, что жизнь смертна, и не подготовился к этому внутри себя, а вы в такой ситуации скажете ему «ты скоро умрёшь», это будет ужасно. Когда кто-то заболевает, во многом он становится беспомощным. В своей беспомощности он становится словно маленький ребёнок. Вы любите детей по двум причинам. Первая состоит в том, что дети маленькие и милые. Вторая заключается в том, что они беспомощные, и вам это нравится. Да. Если ваш муж или жена суперэффективны во всём, что они делают, они могут делать всё самостоятельно. Вам такой человек не понравится. Вам нужен тот, кто не может отыскать собственные носки. Вы будете его проклинать за это. Но вам это нравится, потому что таким образом вы получаете контроль над их жизнью. Одна женщина сказала мне, «Мой муж не может самостоятельно даже найти свою зубную щётку по утрам, но она этим очень гордится, потому что, когда он такой беспомощный, без меня он не сможет жить». Вот в чём всё дело. Всё потому, что отношения строятся на потребностях. Таким образом развелись общества. Поэтому внезапно говорить им, «Ты умрёшь!» это не лучшая идея. В Индии этому продаётся очень большое значение. Люди, конечно, начали немного терять эту фундаментальную мудрость. Было очень важно иметь сына. Не из-за гендерной дискриминации, а из-за природы и формата общества. Если у вас дочь, в определённом возрасте она уйдёт в другую семью. Даже если она и будет неподалёку, в 10 или 25 километрах от вас, в соседней деревне, она будет либо беременна, либо у неё будут маленькие дети, у неё будут другие обязанности по дому, в который она ушла, и все эти 25 километров ей нужно было бы пройти пешком. Общественного транспорта тогда не было. Так что если вы при смерти, скорее всего, она не придёт. Так всё было устроено. Сейчас мы снова пришли к подобному. Большинство детей живут где-то в другой стороне, далеко от родителей, и у них нет возможности приехать. Либо сейчас они не могут приехать из-за вируса. Поэтому в индийской культуре так важно было иметь сына. Одна фундаментальная обязанность, которая была установлена в обществе, и о которой, к сожалению, забыли. Как только подходит время для женитьбы сына, как только сын женится, одна из его обязанностей взять родителей на ядру, в путешествие по святым местам. Это не туристическая поездка. Это способ напомнить им, что они смертны, и что их время стремительно уходит. Это время для того, чтобы заняться своим внутренним благополучием. Недавно одно видео стало вирусным в Индии про мужчину, который нёс на себе свою пожилую мать. Видели его? В молодости этот парень был очень болен, и все думали, что он умрёт. Но его мать не сдавалась. Она настолько сильно молилась какому-то богу, что безо всяких лекарств этот парень выздоровел. Так что с тех пор он хотел взять свою мать в паломничество по святым местам Индии, о чём она мечтала. Но денег у него не было, и он просто взял бамбуковую палку. С одной стороны, он разместил некоторые нужные вещи, одежду и прочее. С другой стороны, свою мать. И он носит её и ходит по всей Индии по разным местам, которые она хотела посетить. Он идёт пешком и при этом несёт свою мать и также некоторое количество груза на спине. Это видео стало очень популярным в Индии, потому что это было основной обязанностью. Прежде чем родители станут неспособными ходить и заниматься деятельностью, сын должен отвезти их в места паломничества. Отправиться в паломнические места не для туристических целей, а для того, чтобы напомнить им, что нужно заглянуть внутрь себя. Теперь это полностью исчезло из нашей жизни. Нам всем кажется, что даже в 70 или 80 нужно ходить в кино, развлекаться на вечеринках, делать то, это, потому что это пришло к нам с Запада. Даже если тебе 80, нужно вести себя, как будто тебе 18. Даже в таком возрасте нужно пользоваться приложением для знакомств. Да, к сожалению. Так что внезапно начать говорить с ними об этом может оказаться не очень хорошей идеей. Только вы можете понять, какой подход нужен конкретному человеку. Общего подхода не существует. Но важно, чтобы он знал об этом, прежде чем заболеет. Они не должны продолжать заблуждаться, что будут жить вечно. Сначала они занимаются своими детьми, потом собственной карьерой, работой и всем прочим, а затем они уходят на пенсию и стареют. И вот теперь они отчаянно начинают спрашивать, а где же внуки? Как вы можете любить тех детей, которые еще не родились? Но при этом вас совершенно не заботят дети, которые живут на улице. Откуда у вас столько любви к детям, которых не существует? Все потому, что вы хотите снова взаимодействовать с жизнью. Словно начать все сначала. Потому что это даст вам новый глоток жизни, откроет другой уровень вовлеченности, новый уровень иллюзии о том, что жизнь будет длиться вечно. А если бы всего этого не было, люди бы переживали, сходили с ума, к сожалению, начало бы происходить все в таком духе. Так стоит ли им об этом рассказывать, если они нездоровы и близится их час? Возможно, не столько словами, но вам необходимо создать атмосферу, которая даст им это понять. Иначе вы совершаете большую несправедливость. Вы совершаете большую несправедливость, создавая ложную атмосферу. Все будет хорошо, нет, мы собираемся вернуться домой из больницы, не волнуйся, мы вернемся домой, все будет хорошо, а скоро еще свадьба твоего внука, и планировать жизнь на пять лет вперед, планировать все. Это очень глупый способ существования, когда наше время подходит к концу. Каждому человеку очень важно подойти к этому моменту максимально разумно и осознанно. Если вы абсолютно осознаны, тогда не о чем говорить, все будет в порядке. Но иначе, если они не жили таким образом, если сейчас они не способны на это, вы должны создать атмосферу, которая будет подталкивать их в этом направлении. Возможно, вы не сможете напрямую сказать им, они могут испугаться, должны создать атмосферу, духовную атмосферу. Когда мы говорим «духовное», это нечто, что не относится к телу. Вот и все. Сейчас жизнь перемещает вас туда, где больше нет места телу. Они должны понять это. Но сегодня, во многих домах, к сожалению, я был в некоторых домах, где происходило подобное. Семья готовит их любимые блюда, и они говорят «Ешь это, ешь то». Если это ваш способ приблизить наступление их смерти, это очень прискорбно. Не нужно так поступать. Очень важно снизить заботы физического тела о еде, о комфорте, одежде. Вы должны снизить все это и дать им понять, если не на словах, то создав атмосферу, в которой становится понятно, что наше время на исходе. Это случится со всеми нами. Когда время приходит для этого человека, важно, чтобы была обеспечена необходимая атмосфера. И вся семья, или все, кто находится в доме, создавали такую атмосферу, не втягивая их во что-то, а позволяя им двигаться в этом направлении. Есть множество простых процессов. В книге «Смерть» мы рассказали об этом подробно. Но самое простое, что можно сделать — зажечь лампу с растительным маслом или маслом ги. Масляная лампа лучше. Простите, лампа с растительным маслом лучше. Какая-нибудь простая мантра или что-то, что напоминает вам, что все не заканчивается телом. Если будет хотя бы такое напоминание, у жизни будет достаточно мудрости, чтобы зацепиться за это. Но если вы раньше не сказали об этом ни слова, кто-то вообще не ориентирован в этом направлении, и вдруг вы говорите ему «ты умрешь», это может быть очень жестоко. И это может без необходимости создать ненужное этому человеку беспокойство. Важно, как именно вы это делаете. Не пытайтесь создать ситуацию нормальности вокруг этого человека. Вокруг все суетятся, дети подходят со словами «Бабушка, дедушка, я тебя люблю, все хорошо». Не делайте так. Даже если в доме есть дети, если они приходят, они должны заходить медленно. и просто быть такими. Они должны понимать, что ситуация меняется. Если вы не делаете даже этого, ставите им разные фильмы, готовите их любимые блюда, прыгайте вокруг них, чтобы заставить их чувствовать, что все идет отлично. Так не пойдет. В смерти нет ничего плохого. Это лишь часть нашего существования. Все дело лишь в том, как мы к ней подходим. Это очень важно. Это основная обязанность детей по отношению к своим родителям, чтобы, когда придет их время, они ушли подобающим образом. Самое простое, если вы становитесь духовным, сначала они будут сопротивляться, не будут принимать этого, но позже. Естественный интеллект человека скажет, кто-то, кто в два раза моложе меня, не озабочен физиологическими и психологическими влечениями. Они работают над собой. А я тогда что делаю? Это естественным образом придет к любому человеку. Так что, если вы занимаетесь духовной практикой или чем-то еще, хорошо, если вы будете заниматься ими перед родителями, даже если их это не интересует. Да. Даже если они сопротивляются и не заинтересованы, будет хорошо, если вы просто закроете глаза и будете сидеть. Постепенно это осенит их, потому что внутри этого есть глубокий разум, который знает, что это не навсегда. Это присутствует в теле, но, к сожалению, до головы это еще не дошло. Субтитры создавал DimaTorzok